Что-то неправильное со мной. Насколько я помню, я всегда чувствовала себя пустой, незавершенной. Быть-то часть меня отсутствует. Это пустое чувство было главным в моей жизни. Я никогда не могла чувствовать ничего другого. Мой мир всегда был холодным, темным, тихим. Моя мама была точно такой же, как я, когда она была ребенком. Но когда она встретила моего отца, все изменилось для нее. Он принес тепло, цвет и жизнь в ее мир. Он сделал ее завершенной. Она сказала мне, что однажды я встречу кого-то особенного, как она это сделала. Кого-то, кто бы вылечил, справил меня, спас меня. Я провела всю свою жизнь в ожидании этого дня, мечтая о том, как я встречусь с человеком, который совершит меня. Это было единственным, чего я с нетерпением ждала. Это была моя единственная причина жить. А потом однажды я встретила его. То, что я встретила его. То, что-то изменилось внутри меня. Мой мир был наполнен цветами и светом. Как будто я впервые открыла глаза. Я чувствовала себя живой. Я чувствовала себя совершенной. Настоящий. Он мой побег из холодного и пустого мира, в котором я провела всю жизнь. Он тот, которого я ждала. Человек, с которым я хочу провести весь остаток своей жизни. Но... Кто-то пытается забрать его у меня. Она хочет его, но не так же, как хочу его я. Она никогда не могла оценить его так же, как я. Она не заслуживает его. Он принадлежит лишь мне. Я должна остановить ее. Даже если это означает причинить ей боль. Даже если это означает убить ее. Нет ничего, что я не сделаю для него. Я не позволю никому вставать между нами. Мне все равно, что я должна делать. Мне все равно, кому я должна причинить боль. Мне все равно, чью кровь я должна пролить. Я не позволю никому забрать его у меня. Остальное неважно. Никто не имеет значения. Он будет моим. У него нет выбора. Для так�� circa. Никто не забрали. У него же такое. Как я, у себя судя. Так что он не остановил. Уже не ошибся. Продолжение следует...